На коленях посреди Нижнего парка и ни молебен, ни пикет, в руках и иконы, и плакаты. Это молитвенное стояние, оказывается, Липецк спасают от проклятия. Священники все говорят, что потом трагические бедствия не только на того человека, который совершил кощунство действий, но и на его род, на его поколение детей. Скорые гастроли Петербургского театра так возмутили верующих. Рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» в третий раз привозят в Липецк. Но на этот раз рок, ставший классикой, оценили по-новому. Во время этого сатанинского мероприятия, во время этих плясок и кощунств, которые будут проходить там в театре, люди будут больные, которые будут участвовать, и мало того, они их зомбировать в это время будут. Но не только молитвой и требованиями запрета борются верующие с будущим концертом. Они всю неделю собирали подписи под письмами мэру и губернатору, и письма эти уже пошли по инстанциям. Они просто пишут, просим вас остановить беззаконие и наказать виновное. Они написали это, думали, что мы это письма Путинова. Директор драматического театра получила копию протестного письма с 20 подписями. Людмила Должикова отдала зал в аренду петербургским артистам, а теперь до конца недели от нее требует расторгнуть договор. Началась внутренняя борьба. Искусствовед борется с православной христианкой. И мое отношение, нисколько это рок-опера, не изменит. Мое отношение по отношению к вере, к Богу и так далее. Оно меня не изменит никак, потому что я все это понимаю, не вижу там богохульных моментов. Организатор будущих гастролей решил пойти в церковь, чтобы разрешить конфликт. Сегодня от официальной позиции Липецкой епархии зависит судьба постановки. Здесь заявляет, интерпретация вольная, но произведение не бесполезное. В советский период именно через рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда», где молодые люди нашли свой путь к Богу. Для неверующих людей мы признаем его полезным. Но голос официальной церкви сегодня не услышали в Нижнем парке. Молитвенное стояние во имя спасения Липецка от рок-оперы будет длиться еще два дня. Кто верит, что Господь не суперзвезда, а Господь наш Создатель? Он нас Творец, понимаете? Создатель мира, Спаситель мира. Майя Евглевская, Олег Писарев, ТВК Новости. Продолжение следует...